всем добрый день мы уже у себя в поместье так сказать у нас упал душ ветра были очень сильный мчс предупреждает только когда порывы до 20 метров в секунду а так как бы ну 18 15 как бы уже для иркутска видимо стандартно я уже убрала вот этот мусор потому что видите до сих пор не тает вот так я раскидала мусор и получилось вот тут вот пусть стоит этот снег в туалете опять вода стоит ну как Денис сказал он говорит что вода еще будет прибывать все равно потому что снег стоит в воде куда-то нужно одеваться и вот видите чуть чуть поменьше в общем но все равно стоит буду еще вычерпывать прошлый раз я вычерпывала и у меня батарейка села и не успела даже не попрощаться ничего хотел показать как я вычерпывала и выливала я ему вот сюда вот на его участок не пожалела времени ходила и прям туда выливала ему а здесь как бы вот такая глыба льда и она не тает лед здесь конечно не передаться на лед даже вот он вот он лед все льду вот это вся бороздочка во льду снегу и во льду а было вот досюда вот досюда было навалено тут и всей грязи потихоньку сейчас еще быстрее будет таять потому что убрала грязь у нас тут строится люди купили маленько покушать с утра еще не поели денис напилил бруски дома мы их отобрали сыном такие вот кусочки и он их коротенький напилил будем делать леса называются вот эти стружки стоят бесплатно они идут бесплатные здесь камаз 4 12 кубов 4000 только за доставку но это из ближайшей лесопилки нам привезли вот такая вот чипа крупная прямо вот видите щепочки присутствует их очень много так что узнавать их может у вас рядом где-то тоже есть потому что если ему везти от нас тут наверно дороже будет стоить и не знаю ли спилок там много по городу и она чистая без коры стружка без коры все засохло все хорошо стоит никуда ничего не деться все идеальный гаражик вот денис такие леса сделал я не показывал том что батарейка прошлый раз сел это вот я вычерпала воду а он получается делал леса на гвозди такая конструкция ну сказал меня выдержит я в семье маленькая худенькая самое будут не подавать раствор я буду принимать потихоньку трамбовать и учла свою ошибку то есть сразу заливать как бы засыпать не буду целое ведро в одно место то я высыпала получается и в одну кучу делала и трамбовала вот учитесь на моих ошибках дарю вам лайфхак такое делюсь с вами то есть вы засыпали разровняли потоньше протрамбовали еще насыпали разровняли протрамбовали а я мы насыпали получается ведро и протрамбовали сверху и вот видите здесь как бы не сильно не протрамбовано мне как бы это не нравится. А изначально я делала, получается, мы помаленьку насыпали, но это не разрыв, это как бы плохо протрамбованное. Вот. Вот это неплохо протрамбованное. Это у нас из щелей вылезло. Из щелей опалубки. Вот. Это не страшно. И это, конечно, не страшно, просто я хочу, чтобы было ровно монолитом. Вот как вот здесь сделано, видите? Ровненько. Вот. Такие нюансы. Все. Я иду кушать. Всем приятного аппетита и просмотра. Мы решили начать с наращивания царайки. Такую царайку будем делать побольше. А иначе мы это лето не переживем. Видите? Мы вечером садимся сюда покушать. Нас кушают комары и жуки. Рот не дают даже открыть. Поэтому можно спокойно будет сюда зайти, ноги, руки помыть, покушать и все, лечь спать. Поэтому мы ее увеличиваем. Еще заказали. Сегодня должны привезти нам дрова, доску. заборная доска. Два куба выписали. И какую-то еще выписал, Денис. Сороковку? И выписали куб сороковки. Вот такой вот. Короче, около 15 тысяч. Но потом вам точно скажу, сколько стоит. Уже прибили этот штукенцию. Будет высотой 2 метра. Вот это вот. Потому что доска вот эта заборная и она двухметровая. Чтобы не пилить ничего. Вот. 2 метра. Вот до сюда. Получается. Наш любимый, единственный, хороший сосед приехал. Павел. Вот так вот мы поставили 1 и 2 1 2 и 3 Вот так вот он подпилил. И вот так наживил с этой стороны и с этой стороны наживил. Головой будем биться. Головой будем биться. Почему? Потому что здесь так и с каждой отношений. Денис, ну 2 метра, ты что, 2 метра что ли? Нет же. Да ну, не будем биться. Не будем? Ну что, гиганты двухметровые. уровень забыли дома. Ну знаете, но знаете, как меня Денис научил сейчас по отвесу мерить. Измерять. Вот отвес такой. Вот сейчас я вам покажу, как это делается. Вот. И вот так вот, видите, ниточка и досочка. Вот так вот ровненько стоит. Вот. Видите, совпадает нитка с доской. Значит, уровень стоит ровненько. Вот такой лайфхак. Я сама не знала. Я же не строитель. И на первый раз. Я не строитель, но я строю, да. Ну что такого. Помогаю. Я принеси, подай как бы. Тут наживили, тут наживили, тут наживили. Вот это вот будет крышка над столом убираться. Вот эти палочки тоже будут убираться. Вот. Продолжаем далее. Вот так вот мы уже по отвесу все померили. Получается и с этой стороны, и с этой стороны померили. И вот так вот наживил вот эту палочку Денис. А это все уже прибил. Все. По уровню сделали. По дедовскому уровню. Большая постройка. Сейчас я ее замерю, скажу, сколько. Сколько, насколько. Получается царайка. Итак, я замерила. Это получается 3 метра 11 сантиметров. А вот это вот будет. Это получается у нас 2 метра 81 сантиметр. Ну, грубо говоря, 3 на 3. Вот такая большая. А здесь не знаю, сколько. Видите, у нас горит свет. А кто-то писал мне, что, говорит, вывалилось из КамАЗа, когда нам привезли стружку. вот такой тент или брезент это, я не знаю, баннер это. То есть, это реклама какая-то. Он нам ее отдал. Говорит, у меня еще есть. Вам надо? Конечно, нам надо. Нам все надо. Нам не лишнее. Денис пошел встречать. Нам привезли доски. Не знаю, как сейчас будут подъезжать. Получается, у нас перекопали здесь. У нас же здесь все перекопали. Такие ямы. Получается, здесь ямка, ямка, ямка. В общем, не подъехать. Оттуда, если по прямой ехать, то там, значит, гравий, доски и бытовка стоит. И еще доски. Понимаете, все закрыто. Не знаю, в общем, как они будут проезжать. Я предложила проехать вот так по этой дороге и хотя бы вот досюда, либо вот досюда, чтобы нам поближе таскать. Вот эта дорога есть. Она как бы есть. Подъезд только через нее. Денис хочет по прямой. Но я бы, например, ставлю себя на место водителей, да, кто там привезет. Я бы, например, на своей технике не поехала, не стала бы рисковать. Вот. Не знаю, как договориться. Насобирала. Конский навоз. Хорошая земля у меня покупная здесь с песочком. В общем, увезу. Буду пересаживать свои томаты, потому что у Татьяны в земле, к сожалению, не растет ничего. Растет, но за полтора месяца вот стольчика томаты выросли. Это очень плохо, конечно. у меня в прошлом году я сажала в свою землю, я ее перемешивала, я как раз копала вот этот вот туалет, я набирала глину, чернозем, собирала какашки, конские какашки собирала, добавляла песок, все перебуторивала это, и у меня вообще отличная рассада была. У меня за месяц такие огромные выросли, вымахали, и я вот била тревогу, типа, что делать, еще целый месяц, что, то, что делать мне, мне говорили, типа, не переживай, можно их лежа, ложить лежа томаты, и это, они будут так расти, но я что-то как-то засомневалась и отрезала их макушки, и получилось не 10 томатов, а 20 томатов, все выжили, все хорошо выдавали, единственное, у меня тут, мы же здесь не каждый день жили, правильно, у нас тут соседи ходили, собирали урожай, ну ничего, главное, что земля, я проверила, здесь плодородная, пенамбур мне дали, соседка, посажу топинамбур, ну не знаю, это топинамбур или нет, в общем, клуб не дала, сказала топинамбур, ну посмотрим, посажу, а еще я узнала, что тыква, это сидират, и тыкву нужно сажать, знаете как, то есть, вот слина у меня, да, вот так вот бороздочку делаете, прокопать, то есть, подкопали, перевернули, все, и посадили тыкву, все, она будет России и корешками своими, все-все-все культивировать, она будет удобрять, это как сидирать, так что я буду здесь у нас прям засаживать тыквой, и все. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,